Уроки английского в расписании Яна Антоновича теперь каждое утро. А как иначе? Ведь нужно понимать, о чем говорят известные художники в своих мастер-классах. Раньше скупал книги по живописи, сейчас вся библиотека в интернете. Я акварелиучущий у Тима Уилмута. Это английский акварелист и дарящий, и он так самоучка. Себя в шутку называет вечным студентом. Ян Антонович легко освоил интернет, новый язык. В 81 решил посвятить себя искусству. Рисует карандашом, пером и даже гравюры на линолеуме. Экспериментов никогда не боялся. Учился на агронома. В итоге преподавал биологию, химию и астрономию. Но среди множества занятий всегда находилось время для любимого – рисования. В поисках прекрасного Ян Антонович объехал все ближайшие к Браслову районы. Всегда по-разному. Безусловно, если красивая веточка, красивая, то это уже картина. Только на пенсии смог полностью посвятить себя любимому делу. Правда, здоровье уже не отпускает далеко от дома. Выручают родные, фотографируют пейзажи, а Ян Антонович воплощает на холсте. Затем делится с местными музеями. А недавно большую экспозицию удалось представить в столице. Коли я не порисую ни три, без уважливой такой причины, я отчуваю себя, я капошный негодник. Быцем бы я кого-то подвел, быцем я не стремал слово, что-то в этом роде. Сейчас художник ждет зиму. Красная калина на белом снегу – сюжет новой картины, которую увидим уже скоро. Олег Шапель, Олег Горенов. Наши новости. ОНТ.